Ставки на спорт! 1ХП! Большие выигрыши! 1ХП! Быстрые выплаты! 1ХП! Надежный букмекер! 1ХП! 1ХП! Букмекерская компания! Привет, друзья! Это новый выпуск Спокласс Шояль. Я нахожусь на основе и вчера на стриме я узнал, что произошло изменение баланса и улучшили некоторые карты. И одну из них мы сегодня будем использовать. Это, ребята, колдун. Говорят, он теперь стал имбой. Хочу это проверить. Сейчас мы его прокачаем на 11-й левел, сделаем с ним пару онлайн-атак. Также изменение коснулось еще нескольких других карт. Мега-рыцаря, копейщиков, да, и вот. И мы их тоже протестим на следующих выпусках. Также это повлияет на колоду на моем твинке, который будет тут уже буквально скоро. Я там его сейчас подготовлю, ник создам, прокачаю чуть-чуть арены и записываю первое видео на нем. Обязательно подпишись, ставь лайк и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новый проект. Я начинаю с нуля, с первой арены и по 5000 кубков. Буквально за месяц мы этот весь, этот долгий путь пройдем вместе с вами. Поэтому подписывайтесь, смотрите стримы и будем вместе с вами играть. Ну что, 100 тысяч золота на колдуна. Поехали, прокачиваем имбу. Нашу имбу, новую имбу. Как хорошо, что у меня доступны все карты на максимальный уровень из рарок, да. Поэтому я могу себе позволить его прокачать. Ну что ж, что касается, ребята, колод. Значит, вот такая вот странная дека. Я вчера на стриме с ней играл. Эту деку я увидел в Тиви Рояль. Также нашел у топов. Я смотрел, листал список топов, искал какие-то колоды с колдуном. И вы не поверите, я опять наткнулся на эту колоду. Честно, бред какой-то, но попробуем. У меня и Принцесса Макси, у меня вообще-то крутая дека, кроме Спарки. Вторая колода тоже не менее странная. С пекой, с гигантом. Опять-таки взял ее в Тиви Рояль. Ну и вторая дека, мне кажется, самая адекватная. Вот такая вот, с пекой, с шахтером. И давайте с нее, в принципе... Не, давайте начнем не так. Давайте начнем с самой неадекватной. И по очереди. Вот это самое неадекватное. Не знаю, что получится. Поехали, друзья мои, в Глобал. Попробуем потестить новую имбу. Ага. Как с этой колодой играть? У меня есть кипек, у меня есть гигант. Честно, эту колоду не я составил, ребят. Это колода топ-игрока мира. Вот. Что у них там, ребята, на уме, я не знаю у этих топов. Но эту деку я взял конкретно у топ-игрока. Так, сборщик. Ну что, закидываем Темного Принца. Скорее всего, это... Три мушкетера. Хотя, я в этом не уверен. Так. Да, это три мушкетера. Колдун. А ну, покажи нам свою мощь. Воу. Вау. Вау. Вау-вау-вау. А я не знаю. Радиус ему увеличили. Он теперь по области больше наносит урона. Ну, то есть... Я просто не смотрел обнову. Ну, конкретно там, что кому улучшили. И что улучшили. Поэтому я не знаю, что там. Я знаю, что урон добавили. Ну, а область? Мне кажется, он больше миллионов стал убивать. Бодренько, бодренько. Так. Ну, три мушкетера. В принципе, неплохо. Я эту деку пока выношу. Потому что... У меня есть Пека. У меня есть Пойзон. В принципе, все хорошо у меня на данный момент. Так. Я не знаю, контрит ли его. О-о-о. Да нет, дружище. Все. До свидания. Минус сборщик сейчас будет. Так. Вот это, конечно... Сейчас миньона мне нечем контрить. Запа нет. У меня бревно. Вот для этого типа у меня есть Колдун. Вот. Сейчас будет Гигант, скорее всего. Но я думаю, Пеку поставлю, если Гиганта подкинет. Нет, Гиганта не подкидывает. Поэтому миньонов мы не дефаем с вами. Хотя урона они нанесут достаточно. Ну, смысла нет. Тут целого Колдуна тратить на... Этого. На... На этих. На миньонов. Сейчас будут три мушкетера за Гигантом. Это стопудово. Как бы Колдуна-то кинуть так, чтобы по-быстрому с ними расправиться. О, смотрите, как четенько. Оп. 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 И нету. Это просто кайф. Слушайте, а колода прикольная. Смотрите, как я разделал. Ну, конечно, если бы он выбросил не так трех мушкетеров, я бы Колдуном их не убил. А так как он их сбоку выбросил, да, вот здесь с краечку, то у меня получилось их забрать. Ну, тем не менее, урон чувствуется от Колдуна. Сколько было тычек? По-моему, три этих его фаербола и трех мушкетеров фуловых нету. Но, опять же, это надо учитывать, что фуловый у меня Колдун. Мне понравилось, хоть это самое, на мое мнение, было безумное Колдун. Мне кажется, я проиграю вот с этой декой. Но я с ней играл, и мне с ней тоже, ребят, понравилось. Поехали в следующий поединок. Колода со Спарки и Гигантом. Также, ребята, ну, смотрите, обращайте внимание на эти колоды. Возможно, вам какая-то понравится, и вы тоже будете с ней играть. Я вот просто присматриваюсь и хочу сейчас идеальную деку сделать для Твинка. Просто чтобы... Ну, я вот сейчас тестирую на основном аккаунте против нормальных игроков. Если она зайдет, значит, и на тех аренах тоже она будет заходить. Поэтому пока ищем колоду, и скоро будет новый выпуск. Точнее, первый выпуск на моем новом проекте. О, тоже Колдун. Это прекрасно. Это хорошо. Так, ну что. Давайте тоже трех миньонов. Почему бы и нет? Так. Хорошо. Давайте здесь принцессу. Быстренько миньона убиваем. Давайте закинем варваров наперед. Приготовим зап. Блин, вышибала. Капец. Еще и бревно. А вышибала сейчас убьет. Спарки. Один выстрел вышибала. Ой, ее спарки делает. И это хорошо. Но еще надо законтрить принцессу. Слушайте, а так как принцесса там дохерищи урона нанесла, я предлагаю именно с этой стороны сейчас и проатаковать. Как вы на это смотрите? Он, в принципе, потратил много карт на деф. Я думаю, что у него дефа там толком уже не осталось. Так, вот сейчас. Тихо колдун, please. Ах, как же, как же хорошо он сделал. Вот моей деке не хватает торнадо. Вместо принцессы надо торнадо. Принцесса вообще здесь не в кассу. Я не понимаю. Но я не стал ничего менять в этой деке. Потому что вроде бы, ну не я ее составлял. Топ игрок с ней играл. Думаю, ну типа нормально. Хотя мне кажется, вот торнадо было бы вообще идеально. Ага. Он будет атаковать сейчас нас слева. Значит, ну что мы делаем? Мы с вами сейчас выбросим спарки, а варваров закинем на вышибалу. Ну что, поехали. Сборщик он не дефает. Значит, по эликсиру я буду в преимуществе. Готовим сейчас принцессу. Так, ждем, ждем, ждем. Может выстрел будет и по... Ага, не получилось. Ладненько. Э, вышибала, ты что? Нет? Капец, ребята. Минус спарки. Охренеть. У него молния была. Так, ладно. А, у него еще колдун. Ах ты ж, блин. Да, конечно. Я проигрываю ему в этом плане. Ну давайте запускаем спарки. Блин, молния капец как мешает. Так. Тут колдун. Сейчас только выкину колдуна. И сразу молния. Капец у него сплэш юнитов. Вышибала. Два колдуна. Ледяной и... Обычный. Минус этот. Ну да, тут проигрываю. Ну колода на самом деле вообще, ну бред. Было бы торнадо. Да, было бы торнадо. Было бы идеально. Вот реально, вот принцессы здесь не надо. Оп. Ну кстати, мне только что... Помог даже. Ну, я все равно не выиграл. Спасибо. Пожалуйста. Так. Берем теперь вторую деку. Эта дека более адекватная из всех. И я, мне кажется, с ней хуже всего сыграю. Ну, давайте проверим. Так. Угу. Ну с пекой приблизительно я знаю какой посыл. Постоянно... Ну, пека шахтер. Наносим постоянно урон шахтерам. Закидываем давайте шахтера. Так, чем он дефается? Мушкетером дефается. Ну не знаю. Давайте темного принца сливать. Так. Гигант. Окей. Окей, окей. Надо было пеку на темного принца. А, так и получилось. Шикарно. Минус темный принц. Бревно не дало добить. Так. И забрасываем еще колдуна. Отлично. Так. И ледяной дух. Бревно он слил. С максимум фаерболл. Сейчас либо поездом будет. Так. Все. Отлично. Смотрите, какая контр-атака. Это так и посерьезнее, чем предыдущая. Однозначно. Так. Здесь у нас мегамуха. Западь придется. Ну и, в принципе, все. Минус башня. По эликсиру я, конечно, проигрываю. Но преимущество по вышкам у меня. Так. И так как у меня пека, я считаюсь контр-гиганту. Тем более, два принца. Это вообще сейчас будет изи. Так. Хорошо. Что, не хватает эликсира на этого? На гиганта, что ли? Давайте колдун. Минус этот. Мушкетер. И минус темный принц. Фаерболл. Это, конечно, не очень было приятно. Забрасываем шахтера и ледяного духа. И мы еще сейчас колдуна... А, бревно же я забыл. Да. Так, ладно. Шахтер там значительного урона не нанесет. Но будем потихонечку пытаться справа башни сносить. Потому что, мне кажется, на двойном элике я могу потерять левую сторону. Хотя, надеюсь, не дойдет до этого. Так, ставим пеку и не сливаем темного принца. Потому что этот хитрец может пойти сейчас с двумя принцами с правой стороны. Но мы с вами будем предосторожны. О, нет. Я ошибался. Так. Окей. Давайте зап, чтобы принц не с разгона урон нанес. Так, Фаерболл. Хорошо. Вообще изи. Изи-бризи. Тык. Был бы голем у него, два принца. Я бы, наверное, ну... Проиграл бы. Мне кажется. Ну, я лично, я... С големом двумя принцами всех пек выносил. То есть, это не страшно. Для гиганта это боль. Так. Ну что, осталось 23 секунды. Я сомневаюсь, что он заберет меня сейчас. Так. Тут у нас колдун. Намечательно. Ну, вот сейчас, конечно, если принц убьет пеку... О, все нормально. Осталось 8 секунд. И просто забрасываем шахтера. Чтобы мушкетер не дамажил. Вот как-то так, ребят, получилось. В общем... Да, колдун стал сильнее. Я бы не сказал, что он имба. Палач тоже крутая карта. Но колдун стал сильнее. Однозначно. И я даже рад, ребят. Потому что мне очень нравится эта карта. Реально. Я вот ее помню еще с самого начала игры. Она, блин, вообще шикарно заходила. И потом... Да, она, в принципе, сейчас на низких аренах очень часто пользуется популярностью. Но сейчас будет еще больше. И я думаю, что я буду ее использовать на новом проекте. В общем, друзья, такие вот были три колоды на сегодня. Мы прокачали колдуна. Прокачали колдуна. И осталось нам протестить мега-рыцаря. И какие там еще карты улучшили. Вот. И копейщиков там и прочие карты. В общем, об этом в следующих роликах. Колоды вам показали. Если понравились, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Ждите новые мои выпуски. И я желаю вам всем удачи. До новых встреч, друзья. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!